Добрый день, коллеги. Я постараюсь какие-то банальные вещи не рассказывать, грустные, про Простолково. Это известная уже ситуация. Сейчас постараюсь рассказать, что мы сейчас делаем в ручном режиме и как мы пытаемся... Есть ли какой-то эффект от нашей деятельности на рынке биотехнологий, чего мы добились и как мы пытаемся помочь инновационным проектам. Небольшой экскурс в нашей инновации. Вы знаете прекрасно, что ежегодно мониторятся... Все страны попадают в глобальный рейтинг инноваций, в котором первая десятка, она, конечно, очевидна, это глобальная мировая экономика, инновационная. Россия показала небольшую динамику с 48 на 43 место в 2016 году. Есть еще одни массы интересных индексов, эффективность, инновационная эффективность стран, в котором оцениваются деньги, затраченные на создание инноваций, инновационная выручка и привязанная к населению. И вот Россия находится в маленьком... Это маленькая-маленькая желтая точка рядом с Аргентиной и Уругваем по эффективности использования своих ресурсов инновационных. При этом, конечно же, точками потребления мировых инноваций, инновационными рынками, стартапов и всей инновационной движухи являются три больших региона, естественно. Это Северная Америка, Европа и Азия растущая. То, о чем отлично Дарья рассказывала. И нельзя, конечно, не обойти вниманием такую фундаментальную и очевидную вещь, но, мне кажется, мы в этом разбираемся, обсуждаем это здесь, что из шести технологических укладов, шестой технологический уклад формируемый в мире, естественно, привязан очень сильно глобально на биотехнологии. После паровых машин, электричества, IT и прочих вещей будущее за биотехнологиями, зеленой экономикой и зелеными нанотехнологиями. Предполагается, что негласно считается, что пятый уклад России как инновационной экономикой несколько упустила, и мы не состоялись в электронике, мы не состоялись в IT, в неких высоких технологиях. Но, естественно, у нас есть огромный шанс сейчас мобилизоваться и поучаствовать в шестом переделе с биотехом. И вот некая, как шестой уклад реализован в агробиотехнологиях. Предполагается, что к 50-му году, естественно, на фоне сумасшедшего роста населения до 10 миллиардов, битвы за ресурсы, питьевые, пищевые и прочее, естественно, возникают некие новые технологии рынка по обеспечению растущего населения продуктами питания и пищевой биомассой. Это всевозможные гидропоники, это вертикальные системы выращивания, различные скайфарминг, то есть это всевозможные экзотические технологии по увеличению продуктивности одного гектара пашни и поиску новых источников белка и пищевых компонентов. Может быть, на сейчас это не совсем очевидно, но плюс 3 миллиарда человек, они все-таки потребуют не просто базового белка, но еще и разных макро-микронутриентов, микроэлементов. Это большая сложная проблема. Как вы знаете наверняка, и это тоже не очевидно, что, к сожалению, несмотря на огромное количество пищевых, водных и прочих ресурсов, сейчас ВВП России по итогам 2015 года агро занимает лишь 9 место. И, к сожалению, такие технологии, как строительство и транспорт и добыча, операции с недвижимостью, они выше этого списка. И агро занимает всего лишь 9 позицию, что, конечно, печально. И если посмотреть на инвестиции, тоже из 207 крупных сделок я взял срез просто. Конечно, основные тренды, куда вкладываются деньги сейчас, это, конечно же, интернет и телеком, энергетика. Но биотех плюс индустриальные проекты природопользования на двоих приблизительно 17-18% те, куда... Та доля, куда вкладываются деньги сейчас в России. А куда же вкладываются деньги в биотех в мире? Вот это ежегодные, ежеполугодовые отчеты мировые по инновациям в агро, в биотехнологии. И мы видим, что вот этот пирог, который справа, это электронная коммерческая пища, это биоматериалы, биохимия, soil crop technology, то есть все, что повышает эффективность почв и зерновых семян. Дальше обязательно дроны. И, конечно же, альтернативный протеин занимает шестую позицию в этом рейтинге. Крупнейшие мировые инвестиционные операторы в этом рынке и страны. Конечно же, России в этом рынке, как обычно, отсутствует. Индия, Китай, несколько европейских стран, конечно же, лизируют. Страны очень быстро меняются между собой, нету какого-то глобального, постоянного, четкой, четкой такой, фиксированной. Они постоянно меняются. Но Россия, одно, постоянно Россия отрустает, к сожалению. И кто же сейчас поддерживает сложные технологичные проекты в России? В России почти два десятка самых разных институтов, институтов развития в России существуют. Все они известны. Рядом инвестиционных банков, венчурные капиталисты, государственные структуры. Может быть, не самый удачный слайд. Я попробовал вычинить три этапа, три ступени, по которым может проходить любой инновационный инвестиционный проект в России, откуда он может получать ресурсы. Сначала, естественно, грантовое финансирование, невозвратное, как правило. Здесь есть разные фонды РНФ, РФФИ и прочее. Здесь же находятся грантовые деньги Сколково наши, которые безвозвратные, безвозмездные. Затем некая граница – это РВК и венчурные капиталисты. И затем уже залоговое всевозможное финансирование, веб-инновации, банки и прочие. Это те структуры, которые сегодня хоть как-то в биотеку тоже инвестируют. Чем же в итоге занимаемся мы, как мы полезны на этом фоне? На самом деле, за год работы в направлении биотехнологии ВАГРА нам удалось построить работу по ручной сборке инвестиционных и инновационных проектов. Мы на сегодня имеем порядка 60 резидентов, либо тех, кто получает статус резидента Сколково. И это колоссальная работа для каждого проекта – состыковать и найти, если нужно усилить команду учеными. Если нужно тут же найти какие-то стартовые, либо некие металл деньги для развития. Найти индустриального партнера, что на самом деле самая большая проблема, на наш взгляд. Люди приходят с проектами по утилизации отходов, по синтезу разных видов альтернативных белков, по работе с водорослями и прочее. И наша самая сложная задача, которую мы пытаемся эффективно начать – найти индустриального партнера, где эту технологию можно отрабатывать. У нас примеры таких проектов со всей страны. И основная сложность – это эту новую молодую технологию попробовать где-то масштабировать и куда-то ее притрутить в бизнес. Ну и собственно, чем же мы все-таки глобально занимаемся? Мы так и остались институтом развития, некой сборочной площадкой, на которую мы приземляем любые инновационные проекты, которые находятся в долине смерти. Это те проекты, которые не стали еще промышленными, но уже не являются некой небольшой компактной научной идеей. Мы как раз помогаем проектам вырасти до вменяемого состояния, доработать технологию, найти партнеров и привлечь нормальные деньги для того, чтобы стать полноценным бизнесом. Конечно же, это в биотеке максимально актуально, потому что, и вы лучше меня знаете, отношением многих, к сожалению, агрохолдингов к инновациям и к переработке биомассы. Мы проводим массу разных общений, встреч, коммуникаций для того, чтобы как можно больше проектов завести в агрохолдинге, показать им, что будущее за высокой добавленной стоимостью. На сегодня вообще в «Сколково» почти 1600 компаний-резидентов и более 60 партнеров, среди которых есть и нефтяные компании, и, конечно же, большое количество IT-компаний мировых. Прелесть «Сколково» в том, что у нас пять больших кластеров – IT, космос, энергетика, ядерная и биомет. И практически любой проект, который сейчас приходит биотехнологический, мы всегда можем помочь ему найти партнеров, либо компетенции, либо команды в каком-то соседнем кластере. Это инжиринг, естественно, это IT, это какая-то энергетика, самые нужные какие-то смежные технологии, которыми можно усилить проект. И наоборот, мы постоянно получаем запросы от наших коллег из других кластеров, которые приходят с биотехнологическими проектами, пытаются получить нашу помощь в их реализации. И чем «Хороша» «Сколково» как сборочная площадка для любого проекта? Проект может быть, да, стартап может прийти из любого места. Это может быть классический стартап, это может быть спин-офф от большой компании, это может быть классический научный стартап, малая инновационная компания. И став резидентом, можно получить нулевые налоги, и дальше можно миксовать самые необходимые любые ресурсы, деньги, партнеринг, все что угодно, пользуясь нашим статусом, возможностью получать нашу пиар-поддержку, естественно, патенты, наши гранты, запрашивать гранты других институтов развития, это только приветствуется. И при этом иметь нулевые налоги и находиться в экологичной инновационной среде, пользуясь всякими ресурсами. Вот как сказал у нас большое количество уже индустриальных партнеров, это крупные компании, которые строят сейчас арендецентры, и есть такой большой перекрестный запрос на самые разные технологии. Одна из крупнейших мидл нефтяных компаний пришла к нам и сейчас смотрит 3-4 биотехнологических проекта по работе с биомассой, потому что какие-то избыточные энергии, тепловая, там вода, пара, газ. Спрашивают, найдите нам биотехпроекты, где мы можем делать дорогое сырье, кормовое, белки, все что угодно. И, собственно, мы вовлечены в массу разных, и организуем самое большое число разных событий и коммуникационных площадок. Каждые полгода мы будем проводить специализированную агробиотехнологическую школу для молодых ученых. из разных институтов регионов России, включая страны БРИКС, для того, чтобы на одной площадке пытаться собрать аспирантов и молодых ученых, технических, биотехнологических вузов и крупнейшие международные российские компании, и начать вот эту дружбу, поиск молодых мозгов, поиск проектов и усиление команд. И также, например, мы в этом году уже партнером инновационной чудесного мероприятия «Золотая осень». Это большая, ежегодная, классическая агропромвыставка, где стоят плуги и семена. Вот мы в этом году впервые попробуем принести туда хотя бы какую-то инновационную волну и рассказывать аграриям, не просто по валу, валовые сборы молока, мяса и всего, а про технологии, инновации. Нужно здесь фиксироваться, из-за отходов пытаться получать полезные компоненты и вкладывать деньги в инновации. Потому что топ-10 агрохолмгов, все до единого имеют крупнейших, имеют R&D-программы, у всех есть свободные ресурсы и всех в поиске, наоборот, технологий, куда сейчас это можно применить. Спасибо за внимание. С удовольствием готовы в любом режиме, с любыми проектами общаться и найти какую-то помощь, которую сможем оказать любому проекту. Спасибо. Роман, спасибо. Вопросы, вопросы Романа есть? Сейчас один из два вопроса. Вопрос, положительные какие-то есть ли? Саксесс-сторис. По крайней мере, там, компании получили деньги, куда-то движутся. Да, положительные примеры, конечно же, есть. Уже как полтора месяца, наконец-то мы выдаем грантовые деньги. И небольшие до 5 миллионов рублей, и средние до 40-50 миллионов рублей. У нас есть несколько проектов, связанных с белком и с глубокой переработкой биомассы. Две из этих компаний в процессе получения грантовых денег от нас. Две компании благодаря нам сейчас приступают к масштабированию технологического производства и росту. И еще, наверное, десятка-полтора компаний у нас, резиденты, которые пришли к нам. Мы их очень тщательно упаковали. И теперь эти проекты, они показывают из таких сырых, не очень подготовленных вещей. Мы их упаковали, и сейчас они с ними активно ходят к индустриальным партнерам. Ходят за деньгами в другие институты развития, и такая динамика явная. Спасибо вам. Когда вы месяцы назад открыли финансирование, а все эти годы чем вы занимались? Все эти годы мы занимались тем, что направление биотеха открылось только год назад. Да, 5 лет работали другие кластеры. Биотехнологическая открылась только год назад. И более чем полгода согласовывалось на ремене правительства нашей грантовой политики. То, как мы будем выдавать эти деньги. Сейчас они уже выдаются. Да, здесь, конечно, пример, что Роман Кажев отвечает за все Сколково, но в смысле того, что он отвечает конкретно за биотехнологии и сельское хозяйство, а не все. Поэтому это большой был прорыв, когда мы все ходили, облизывались, когда откроются биотехнологии, все биотехнологии. Ну, сейчас этот процесс пошел. Еще вопросы есть? Ну, что же, Роман Кажев, остается, я надеюсь, все.